Приветствую вас. Первое, о чём мне хотелось бы вам сказать, это то, что я не увидел у вас, по крайней мере, в вашем сообщении намёков на любовную зависимость. Любовная зависимость проявляется несколько в другом, я специально не буду говорить вам, о чём она проявляется, но поверьте мне, именно в том, что вы написали, может быть написали вы не всё, и может быть чего-то вы не написали, тогда возможно, но исходя из того, что есть сейчас, нельзя сделать вывод о том, что у вас имеется любовная зависимость. Вы написали два-три сообщения, два-три сообщения вы написали своему молодому человеку, он вам не ответил, после этого вы решили его не беспокоить. Решили его вы совершенно правильно не беспокоить, потому что, действительно, если человек не отвечает вам на сообщения, значит он не хочет этого делать, и значит он пока не готов с вами идти на контакт. То, что вы набрали на его номер, свидетельствует не о наличии любовной зависимости, а о том, что вы по привычке ещё тяготеете к нему. То есть, что значит тяготеете к нему. То есть вы ещё своё поведение строите как бы в расчёте на него. Вот. Но это, как я надеюсь вы понимаете, это совершенно не означает наличие у вас в любом независимости совершенно. То есть у вас может быть ещё недостаточно прошло времени, чтобы вы отпустили мужчину. Это да, может быть. Но о зависимости речи, речь вести я бы не стал однозначно. Просто потому что зависимость, как я уже сказал, проявляется немножко в другом. И это, собственно, наверное, первое, что я вам хочу сказать по поводу вашего вопроса. Дальше, значит, вы себя плохо чувствуете, пишите вы, что он подумает о вас. Ну, понимаете, один раз это всего лишь случайность. И мужчина вряд ли подумает о вас что-то плохое. Просто потому что в этом нет ничего такого уж слишком дурного. Ну, позвонили вы ему случайно просто потому что номер его был близко. Ну и что? Что страшного-то случилось? Сами попробуйте ответить на этот вопрос. Уверен, что ничего. Вот если бы вы постоянно ему звонили, вот тогда да, да, мужчина мог бы, да, вас действительно плохо впадать, плохо подумать. А так, вы знаете, ну, набрали один раз. Не думаю, что в этом есть что-то действительно страшное для вас. Да, неприятно, да, не стоило вам ему набирать. Но вы же этого не хотели, правильно? Вы же сделали это не потому что хотели ему позвонить именно, а потому что так получилось. И торгетно больше вы делать так не будете. Я более чем в этом уверен. А это значит, что и переживать вам совершенно не за что. Ну, опять же, опять же, это по моему мнению. Значит, отвечая на ваш вопрос, что мужчина о вас подумает. Отвижая на этот вопрос, хочется сказать так, что он, наверное, подумает что. Он подумает то, что хочет подумать. То есть, что именно он подумает? То есть, что именно он подумает? Мы не знаем, какой это человек. Мы не знаем, как он к вам относится. Мы не знаем, какие у него особенности. Но подумает он о вас именно то, что хочет подумать. Если он не общается с вами, например, потому что вы, скажем так, обидели чем-то его, и он не хочет с вами общаться, то не подумает вообще ничего. Если он хочет к вам вернуться, то он подумает, что вы ему специально позвонили, специально напомнили о себе, чтобы он не забывал вас, чтобы в случае чего вы могли вновь сойтись. И он воспримет это, как, скорее, что-то положительное, да? Вот. И, собственно говоря, если для него это вообще ничего не значит, то он ничего не подумает. То есть, понимаете, вам, по сути дела, беспокоиться вообще не о чем. Потому что, вне зависимости от того, что подумает мужчина, это не ваша, вообще-то, проблема. А вот. Ну и постарайтесь ответить себе на вопрос, а что вам, собственно, от того, что он подумает? Ну, то есть, что он такого-то, вот, от того, что он подумает о вас? Ну, что хочет, то и пусть думает. Тут ничего противоестественного, ничего плохого не сделает, а наших проблем никаких у вас нет. Далее. Если вы, вот, если вы не можете без него ходить, если вы чувствуете, что он вам нужен, если вы хотите быть с ним, если вы, не смотря на то, что он не с вами, продолжайте о нем думать и не можете ни на чем абсолютно сосредоточиться, тогда, я думаю, что вам как раз таки, вам как раз таки тогда нужно к нам и вам именно и только в этом случае вам нужно, собственно говоря, разбираться. Но от любовной зависимости, если она у вас есть, вот так просто избавиться от любовности. Потому что любовная зависимость это желание. Это вот чисто желание человека, направленное на другого человека и потребность удовлетворить их именно через него. И, соответственно, в этом и заключается, как бы, пороченность подобного. Если вы хотите от этого избавиться при условии наличия у вас данного, то тогда, я думаю, вам нужно действительно поработать с тем специалистом, которого вы выберете на нашем ресурсе. Если вы просто переживаете из-за того, что у вас, например, случился разрыв в отношениях, то, опять-таки, не стоит себя как-то накручивать, потому что еще неизвестно, может быть, у вас все будет в порядке. То есть, ведь, если молодой человек сейчас, например, на вас обижен, то вполне вероятно, что его обида пройдет, и когда она пройдет, может быть, мужчина поймет же, что не может совершенно без вас быть. И, поняв это, он захочет к вам вернуться и выяснить, что все, чего вы боялись, выяснить все, что вам казалось таким страшным, например, ну, например, вот на данный момент, да, вам кажется какие-то вещи страшным выяснить, что это все не более, чем, например, плод вашего воображения. И вам будет самой перед собой неудобно за то, что вы все вот это вот ощущали, все вот это вот чувствовали. И, дабы этого все-таки не было, то давайте пока не будем утрировать ситуацию, не будем ее гиперболизировать, а будем смотреть на нее по мере ее развития. Если у вас есть субъективная заинтересованность в молодом человеке, если у вас есть чересчур сконцентрироваться на нем, тогда, конечно, мощно будет с вами поработать. Да, больно и нудно будет. Ну, а если у вас все в порядке, то тогда зачем вам личная периода времени? Не думать, не думать, это хорошая, хорошая идея. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok